Несколько дней от участников полярной экспедиции миссия добра не было вести из-за плохой погоды. Наконец, исследователи вышли на связь и, по словам Матвея Чупрова, за эти дни, проведенные на Вайгаче, несколько раз группа пыталась добраться до главного ненецкого святилища, известного под названием «Дом Бога». Но погода на острове известна своим крутым нравом. Метель сбивала с маршрута, и чтобы не заблудиться в гибельном месте, путешественникам каждый раз приходилось поворачивать обратно. Как известно, экспедиция основана на маршруте, по которому в XIX веке прошел Александр Борисов, художник и исследователь Арктики. В понедельник группе все же удалось добраться от полярной станции имени Федорова до самого того места, о котором Борисов писал. Идолы лежали на двух высоких, огромных известняковых столбах. Над этой страшной расщелиной образовалось из камней что-то вроде арки. Шаман Коля на месте впервые с 1936 года провел ритуал за процветание всех ненецких тундр и всех ненецких родов, за то, чтобы и у людей, и у оленей все было хорошо. Ритуал подействовал. Сразу после него солнце вышло из облаков, погода наладилась. Во время обследования окрестности экспедиторы обнаружили в бухте вмерзшую в берег баржу с 300 тонн дизельного топлива. Как говорит краевед и путешественник Андрей Николаев, топливо уже подтекает. И если не принять меры, может случиться экологическая катастрофа. После ночевки в Амдраме поход возобновился, путешественники двинулись в обратный путь. Продолжение следует...